Всем привет, это снова в поисках Джон Дори. У нас сегодня специальный экстра-бонус выпуск. Мы никуда не поехали, мы остались в Минске. И более того, пригласили к нам сюда устричного сомелье. Будьте любезны, как говорится, как вы прекрасны. И по специальным ценам. Совершенно верно. Ага, так. Тысяча чертей. Все, вроде бы я справился, да. Жуй. Жуй. По-любому. Ну, по-русски, если что, подписывайтесь на нашу ноту. Это морская вода. Фруктовый какой-то, растительный нотый. Хорошо. Хороша, да? Вот самый топ. Нет, я еще тут. Так, давай. А, вот так? Абсолютно. Я эти устрецы ем, поэтому нужно, чтобы в день. Мы – это я, но что мы все? Обо мне, да обо мне. Выжимаю до последней капли, даже еще. Садомазо и пупсик комбинезоне. И пупсик комбинезоне. Наш слаженный дурет. Это очень вкусно. Это очень вкусно. Финн де клер, специаль де клер, желардо. Дорогие друзья, здравствуйте. Мы на канале Джон Дори. Меня зовут Андрей Макоенок. Ну, что мы все обо мне, да обо мне. Посмотрите, кто сегодня рядом со мной. Между прочим, Регина Борисова, устричный сомелье. Да. Выписали нам Регину из Москвы. И она нам сейчас расскажет все об устрицах и даже больше. Регина, вы сразу начали говорить о том, что мы как-то неправильно здесь что-то разложили. Вот будьте любезны, поправьте сразу по схеме, по науке, чтобы это сошло. Ну, что надо сделать вот так. Почему? Чтобы долечки были как подиум. Держали аккуратненько устрицы, чтобы они не заваливались на бок и не выливался драгоценный устричный ликер. И ничего страшного, что мы их используем исключительно как техническую часть нашего натюрморта. Слушайте, ну, заиграла сразу. Я смотрю, как-то уже по-другому воспринимается. Ну, во-первых, да. Во-вторых, я вообще, когда сейчас будем дегустировать устрицы, я против лимона. Лимон немножко забивает вкус устрицы. Надо попробовать без всего, как говорится, галышом. Галышом. Не вы галышом, не я галышом, а устрицей галышом. Жалко, я только начал любить наш выпуск. Я чуть-чуть больше, чем планировалось. Но вернемся тогда в схему того, что было. Давайте, я как белорус, я знаю адрета, скарб, лосунок, зорочки, как сорта картошки. Наверное, какие-то отличаются здесь, да? Другие наименования есть. Да, у нас прекрасный дегустационный сет. Так. Вот эта вот малышка, это устрица Фин Де Клер. Так. Дальше вот эти вот красавицы большие, это устрица Кристаль. Так. Тиамара. Это ирландская устрица. И устрица тоже французская и зимний. Сейчас, если вы не против, я отработаю деньги. Дамы и господа, все заявленное и только что названо Региной вы можете приобрести в магазине Джон Дори. Все, спасибо большое. Теперь вы дальше. Чем они отличаются? Потому что я, честно скажу, небольшую вам открою свою такую тайну. По устрицам не любитель. Для меня они, я уверен, будут на один вкус. А вы мне скажите, так это или нет? Они все абсолютно разные. Серьезно, что ли? Абсолютно. Большая ошибка – это полить все устрицы сразу лимоном, винным уксусом. И, конечно, они сразу все станут вкусом лимона и винного уксуса. Логично, да. А их надо есть обязательно, даже вот когда, ну, предположим, большое блюдо, по одной каждого сорта нужно попробовать обязательно без всего. Разобраться в нюансах вкуса и потом уже думать, нужно или нет вообще что-то добавлять. Вообще любители устриц делятся на три категории. Я думал, Надя, те, которые любят, и все-таки те, кто не любят. А вы считаете, что другие, да? Нет, те, которые не любят, это уже точно сразу не любители, но я всегда думаю, что это еще просто необращенные. Так, вот сейчас мы будем меня сегодня обращать в эту виру. А те любители устриц, которые уже любители, они делятся на три категории. Первый – пуристы, которые будут есть всегда устрицы в чистом виде. В чистом виде. И будут говорить, не надо, не надо, не надо. Вот я хочу глоток этого моря. Вот я хочу глоток моря, как в Нормандии. Я хочу глоток Атлантического океана, как в Ирландии. Не надо мне ничего. Есть классики. Вот классикам сколько ни объясняй, что надо друг, вот надо попробовать натуральный вкус. Они все равно скажут, не могу без лимона, не могу без вин и уксуса. Это такие французские, на французский манер классики. И есть еще классики на американский манер. Это обязательно с табаско, с тертым хреном, с чем-то поострее. И третья категория – это авантюристы. Авантюристам надо добавить обязательно что-нибудь еще. Вот распробовали в устрице огуречную ноту или арбузную ноту. А, арбузная! Или дынная, дынная. Давай сюда еще кусочек дыни положим. Я прошу прощения, в устрице дыню или арбуз? Серьезно? Так, вот поэтому… Сейчас меня отсюда прогонит. Вот поэтому, да. Вот поэтому вы не любите устрицы, потому что вы не распробовали их. Вообще всегда говорят, дайте устрицам еще один шанс. Ищите свою устрицу, пробуйте разные сорта. Ваша наверняка найдется. Надо еще понять, в чем дело. Что вот вы попробовали устрицы, и что вам не понравилось? Вот этот вот йодистый вкус или вкус водорослей. Или, может быть, текстура была какая-то непонятная. Вот что-то такое во рту, и вот это вот ощущение. Ой, как-то много всего непонятно, как это я сейчас проглочу. Бывает такое потрясение для вкусовых рецепторов, очень сильное. И людям кажется, нет, все, второй раз я даже это не буду пробовать. Ну или там второй раз, ну ладно, давайте еще раз попробую, и потом что-то все равно не пошло. Надо пробовать разные, надо пробовать разные варианты. Ну, вкус устрицы – это вкус взрослой жизни. Да, мои господа, наконец-то на четвертом десятке начинается взрослая жизнь у меня. Вы сами кто, пурист или к какому себя веду причисляете? Я вообще пурист, но так как мне всегда надо попробовать что-то еще, я как бы всегда еще из-за авантюры. Но сейчас начнем все-таки с чистого. Давайте. С чистого листого. Немножечко маленького вам, пожалуйста, чтобы YouTube нас не заблочил. Мы больше напевать не будем, потому что очень один в один все. А, кстати, можно на «ты»? Давай, давай, сразу тогда будет нам. Все, мы уже, пока тут носили лимон, мы уже сблизились. Дорогие друзья, у нас небольшая монтажная была сейчас склеечка, у нас увеличился ассортимент устриц здесь. А вообще в целом, почему мы сегодня собрались именно в Джон Доре? Потому что у нас идет большой сезон устриц. Приходите, пожалуйста, сюда, выбирайте все заявленное имеется, и по специальным ценам. Регина, возвращаемся к нам сюда за столы. Будьте любезны, как говорится, как вы прекрасны. Опишите нам все, что у нас здесь есть, для чего это нам подходит. Потому что я слышал, что устрица, она не только в сыром виде употребляется, но еще можно и на сэндвиче, и жарить ее на мангале. Что из этого куда нам? Эти все прекрасны будут для того, чтобы съесть в сыром виде, живьем. Некоторые из них можно, конечно, использовать и для приготовления каких-нибудь блюд. Но начнем все-таки с того, как нужно правильно съесть. Так, все, пожалуйста, слушай внимательно. С чего я уже начала, что не поливаем все устрицы лимоном сразу. Берем ту, которую хотим съесть, и нюхаем ее. Отдыхаем аромат того моря, где устрица выросла. Как говорят французы, 30-секундная поездка на море. Так, на какое море начинаем ехать? Мы начнем с фендеклера, она небольшая. Малютку эту, да? Это самая популярная в Европе устрица. Она очень хороша для того, чтобы с нее начать. Сначала михай. Морем и йодом. Ну вот, смотри. Мы можем взять устрицу. Они будут отличаться, да, по вкусу? Да, конечно. Мы возьмем другую устрицу. У нее немного другая вода, и она совсем по-другому пахнет. Да, у меня детство бедное было, поэтому и в Паттории пахнет. Я не знаю, какие у вас там Атлантические океаны раскрываются. Нет, ну вот устрица Нормандии пахнет. Да, согласен тобой. Вот эта вот устрица будет пахнуть Атлантикой в районе Ирландии. Ирландское Атлантическое побережье. Наверное, так. А это? А это Морена Лерон. Вот такой запах. Там близко Ля Рошель. Мушкотеры, вот эти вот все дела. Вот оно, да. Такой вот запах. Тысяча чертей. Вот эта Констанция, иди за устрицами. Да, да, да. Я проснулся. Так, у нас устрицы не отделены сейчас. Да. Мы их отделим аккуратненько. Так вот возьмем и ножку подрежем. Мушку отделим. Я вроде бы сказал, а нет. Вот здесь, вот здесь, вот он, вот он. Ага, вот я вижу. Так. Ну, еще учти, что тут умственные способности и координация человека тоже имеют влияние. На скорость процесса. Все. Вроде бы я справился, да. Отлично. Да. Вроде бы да. Теперь берем за макушку, вот за это вот место. Да. Угу. Так. И будем выпивать вместе с устричным ликером прямо из ракушки. Угу. Выпиваем. Это ликер, вот эта жижа это ликер называется, правильно? Да, это жидкость, это устричный ликер. Так. Так. Все. Выпиваем это и жуем, не проглатываем сахар. Им нажевать надо? Жевать, да. А почему говорят, что надо глотать устрицу и все? Ну, почему говорят, понятно, но все-таки правильно нужно обязательно устрицу пожевать. А иначе это такое действие, как вот ты бы взял ягоду винограда, вот, и сразу проглотил следующую, следующую. И говорил бы, что за ягоды такие, где их вкус? В устрице точно так же. Все жуем, да? Чтобы не почувствовать только соль морской воды, а еще какие-то дополнительные оттенки, ее надо обязательно пожевать. Вперед. Пожалуйста. Ну, я с ней как-то по-любовному. Вот смотри, у нее не очень плотная текстура, она легко жуется, и когда ты ее жуешь, она соленая, йодистая и немножко такая растительная нота. Ты чувствуешь, как будто бы свежим огурцом чуть-чуть дало. Да, кстати, есть момент. Прикольно. Казалось бы, устрица вот эта та самая, которую я очень люблю. Да, интересно. Устрица – это винное блюдо или нет? Говорят, что устрицу надо с вином. Опять все те же, про которых я говорю, что они говорят. Отлично, устрица с вином, но не обязательно только с вином. Устрица могут быть и с пивом. Устрица с пивом, серьезно? Да. Кстати, устрица с пивом – это такая же классическая история. Может быть, и со светлым пивом, и с темным пивом. Устрица с портером – прекрасно. Ну вот, давай, разруши нам сразу вообще эту устойчивую связь. Устрица плюс вино. Устрица плюс что еще может быть из напитков? Давай, я буду накидывать кофе. Кстати, по поводу кофе, я услышала недавно новую историю, что ни в коем случае нельзя устрицу с кофе, потому что в устрице цинк, и это будет слишком большая нагрузка на сердце, и может быть сердечная риска. Я не знаю, кто это придумал. Какая, на самом деле, богатая смерть от устрицы с эспрессо. На самом деле, хотелось бы даже так куда-нибудь запомнить на будущее. Яковский один раз сказал, что ох уж эти французы, они даже если и травятся, то устрицы. Красиво, красиво. Да, так что вот от устрицы с кофе, ну на самом деле, не знаю, я все еще с вами, я очень много пью кофе, и ем много устриц, и ни разу ничего такого не случилось. Пиво, вино, кофе, крепкие алкогольные напитки. Ну, кофе – это не то, чтобы можно брать кофе и устрицу, как пирожное. Это просто к тому, что… Не умрете? Никто не умрет, да. Крепкий алкогольный напиток. Крепкий алкоголь прекрасно. С устрицами, может быть джин, может быть текила, может быть виски, может быть водка. Советские 50, да, тоже можно, да? Да, да. Только если с вином и с пивом это так, одна устрица, один глоток вина, или одна устрица и хороший глоток пива, то с водкой это наоборот. Сначала водка, а потом устрица, как закуска. У Чехова что-то такое и было, в «Пьесе пьяные». У него была такая фразочка, это «Я придумал водку устрицей закусывать, от водки пожжет, подерет тебе в горле, а устрица – сладострасти». Так что… Вот так вот, друзья. Чехов Ницца, как вы видите, времени не терял, у него устрицу с водочкой употреблял. Так, что дальше? Не уверена, но фраза такая в его произведениях есть. Так, ну что? Идем к чему-то дальше? Идем, да. Вот это у нас была малышка «Финде Клер». Она у нас самая такая, да? Низкопремиальная, назовем ее так, из того, что заявлено. Все остальное уже чуть-чуть повыше уровнем. Ну, она просто попроще, полегче. Так, хорошо. У нее небольшой моллюск, она не очень мясистая, и она очень легко заходит. Заходит. Как долго ты подбирала это слово? Отсекала от себя, но в конце все равно воспользовалась. Так. Да, призналась. Да. Давай возьмем что-нибудь более мясистое, и попробуем, например, ирландскую устрицу. Это вот это? Это в моем. Ага, видите. Как я пока не ориентируюсь. Так. Понюхаем. Всегда сначала нюхаем. Ко всему прочему, запах устрицы – это ее главная проверка на свежесть. Если ты нюхаешь устрицу, она приятно пахнет морем, все отлично. Запахи могут быть разные, но это должен быть приятный запах, если ты вдруг понюхал и вспомнил о мокрых полотенцах на три дня забытых спортивной сумке после фитнес-клуба. Не подходит, да? Это сразу в сторону. То есть любая какая-то резкая неприятная нота в запахе, не надо себя уговаривать, что я чего-то не понял, сейчас залью лимоном и как-нибудь съем. Почувствовал вот это вот неприятное, сразу ее в сторону. Не надо вот это. Но в джондоре такого не бывает. Все? Я отрабатываю периодически, так? Отделяем. По старой схеме. Смотри. Ой, ну это какая-то уже пожирнее. Нет, макушку на себя. Макушку на себя. Угу. И делаю вот так вот. Раз. И она у тебя легко отделится. Все устрицы как ботинки на одну ногу. У них у всех вот этот вот мускул или ножка, она у всех всегда в одном и том же месте. Слушай, ну вот это такая уже, конечно, подобротнее. Да. Как говорят у нас в Беларуси, берешь руку, маешь рэдж. Так, ну вроде бы она у меня отделилась, так? Отлично. Мы тоже ее чистяком будем без всяких... Если та устрица у нас была француженка, это будет ирландка. Она порядка трех лет растет на Атлантическом побережье в Ирландии. И потом только уже в самый последний момент иногда ее чуть-чуть афинируют в клерах во Франции. А так она вот прям стопроцентная ирландская устрица. Поэтому она будет мясистая. Когда ты ее будешь есть, ты почувствуешь, что у нее хрустящее мясо. В ней будет достаточно сильная йодистая нота. В ней будет неожиданно сладость. В устрице? Да. Да-да-да-да-да. Давай, попробуем. Мы ничем пока еще не портим эту композицию. Пока наслаждаемся первозданным. Да, мы сейчас в пуристов играем. Хорошо, мы пуристы. Если что, подписывайтесь на наш канал. Она очень сладкая сразу. Чувствуешь сладость? У меня до сих пор сладкая. Сладкая. Так, да. Вот этот вот йод, йод. Чувствуешь такой прям? Ну, как будто бы немножко из аптечного тюбика йода. Вот самая история, что в том, что хрустит в самом конце. Вот как-то даже оно отдельно заслуживает моего внимания. Понравилась мне эта сладость. Вообще в устрицах очень важно говорить не только об аромате и вкусе, но и о текстуре. У какого-то будет тонкая шелковистая текстура, какая-то будет мясистая, какая-то будет хрустящая. Вот ты сказал, что ты не очень понял устрицы, когда ел. Просто ты не сконцентрировался, какая именно тебе не понравилась. Может быть, она была какой-нибудь кремовой текстурой тягучей, и тебя вот это как-то напрягло. Может быть, она была очень сильно соленая или очень сильно какая-то йодистая. И может быть, у нее было слишком много плоти, какая-то тугая. И тебе вот как-то ты подумал, не мое. А вот сейчас, например, тебе это понравилось? Это прям понравилось. Я вот открою даже сердце, признаюсь. Вот запоминали, что тебе нравятся те, которые хрустящие, которые плотные. Тебе нравится сладость, тебе нравится небольшая нотка йода. Вот это, кстати, хорошая тема, понюхать ракушку после того. Она продолжает пахнуть морем. А есть какие-нибудь легенды, условно, о том, что люди боятся есть устриц, потому что они живые? И если поднести ухо к устрице, то слышишь даже, как они пищат, и можно как-то это распознать. Что это такое вообще? Да, ну, на самом деле, очень часто даже люди, которые хотят попробовать устрицы в первый раз, они меня всегда даже спрашивают, Регина, она правда живая? Она что сейчас там будет? Я слышала, она будет шевелиться. Как она будет шевелиться? Кстати, по поводу шевеления, вот смотри. Надо притронуться ножичком, краешком антии. Видишь, она чуть-чуть подтягивает его. Вот это все шевеление, на которое устрица способна. Ну, то есть... Она не будет вздрагивать, когда там сокращалась, там, что-то она там... Все почему-то ждут, что она сейчас там затрясется как-то, начнет какие-то телодвижения. Я слышал даже, что люди думают о том, что ей больно, когда они ее едят. Да. Когда люди думают, что им больно, можно им сразу всегда спокойно говорить. У устрицы нет центральной нервной системы, у нее нет никаких органов чувств. Это рефлекс. Максимум, ее родственники расстроятся и все. А сама она болью не почувствует. Она не почувствует боль. Так. Ну что, по поводу писка, это, конечно, тоже миф. Ее даже не надо никакому куху подносить, ничего не нужно с ней делать. Хотя я тоже, когда первый раз пыталась попробовать устрицы, я была себя-то уверена в том, что устрица должна пищать. Взяла, смотрела, чем ей тут пищать. И даже так и не рискнула попробовать в первый раз. Теперь вот всем рассказываю, что не надо бояться, ничего такого. Дают, ешь. Это выдумка. Устрицы не пищат. И вообще никаких звуков не изданий. Не издают 100%, мы проверили? Нет. Звуки, которые здесь есть, это сугубо от кухни, потому что здесь, в ресторане Джунтория, еще параллельно идет приготовление всех блюд, которые люди выбирают. Немножечко. Это же наоборот, это морская вода. На море побывал что-то. Я не знаю, я, по-моему, как садомазо. Так меня и протитруют, да. Садомазо и пупсик комбинезон. И пупсик комбинезон. Наш слаженный бюджет продолжает свое жизнь. Это простором интернета. Так, у нас следующая устрица в руках. Я какую-то малютку выбрал, что за она. Естественно, понюхать вначале. Да, обязательно. Как-то она слабо пахнет. Кстати, проверка на коронавирус легкая, устрица тоже в этом помогает. Нет, она пахнет очень. Она пахнет, я просто, так сказать, не из того... Она очень минералами пахнет. Тоже пахнет йодом. У нее достаточно интенсивный запах. А ты можешь по запаху определить устрицу, если тебе глаза закрыть, вот как слепая дегустация? Нет, не стала бы. А это реально вообще? Ну, возможно, фермеры отличат, наверное, запах своего моря. Думаю, да. Но я нет. Пока еще мы этим не будем заниматься. Так, продолжаем, да? Да. Наше восхождение. Это тоже прекрасная устрица, которая представлена в этом устричном сезоне. Это устрица из Нормандии. Так, Нормандия Ньоманда, известная устрица, приплыва к нам по реке. Так, все. Иззини. Так, это устрица называется? Иззини. Иззини. Больше всего это ничего страшного, я не обижаюсь. Так? Так, ну давай. Все, поехали. Погнали. Ой, пересолили. Жуй. Жую. Вот она тоже, видишь, раскрывается. Какая сладкая пепель. Да что ж такое? Как они успевают, так мясо. Растительной. Почему я раньше всегда этого не замечал? Как оно так происходит? Что я просто раньше кроме соли ничего не увавливал, а здесь она реально сладкая в концепции? Наверное, винным уксусом и лимоном злоупотребляют. Наверное, и вином в том числе тоже. Ну, вино – это ничего. Как раз вино, наоборот, взбадривает вкусовые рецепторы, а вот винный уксус и лимон, они могут забить вкус устрицы. Поэтому, конечно, сначала надо все попробовать, потом выбрать те, которые хочешь, и дальше уже можно экспериментировать. Сколько устриц нужно у нас есть, чтобы наесться? Говорят, что есть какая-то разная норма для мужчин и для женщин. Ну, это мое любимое. Мужчинам полезно. Есть устрицы, если вы понимаете, о чем я. Им штук 12 надо, чтобы насытиться и восполнить здоровье. А женщинам хватит и шести, да? Шесть-восемь, да. Потому что они маленькие, у них маленькие ручки или что-то такое. Не знаю, им не нужно заботиться о других вещах. Нет, на самом деле, во-первых, нет никакой нормы или дозы, во-вторых, уж точно по половому признаку никак любители устриц не делятся. Нужно съесть столько устриц, сколько хочешь. Чему дальше переходим? Твой совет. А можешь, ты, какая из них вообще самая, вот, на твой взгляд, на твой вкус, вот, самый топ из того, что у нас здесь заявлено? Ну, здесь, например, есть устрица Желардо, которую называют устрицей устрицей, Роллс-Ройсом среди устрицей. Считается, что это вообще там супер устрица, замечательно. Где она хочет? Посмотреть, как она выглядит? А вот же она. Это Желардо? Да. Добрый вечер, Желардо, не узнал вас. Посмотри на нее. В ней много мяса. Килограмма-полтора еды здесь. Как минимум у нее ракушка, как минимум на 80% должна быть наполнена мясом. Это устрица категории специаль. Понюхай ее. Кстати, вот эта устрица интересной судьбы. Она родилась во Франции, потом ее на три года... Включите, пожалуйста, грустную мушку здесь находят. Зоксаной Пушкиной какой-нибудь. Потом ее на три года отправляют в Ирландию. Она там в Ирландии набирается вкуса, мяса, текстуры. А потом возвращается опять во Францию и афинируется. То есть, доводит вкус до совершенства в клерах того самого Марина Лерона. А почему устрица путешествует по миру больше, чем я? Что это за несправедливость такая случилась у нее? Так. Так, ну что, запах? Запах хороший. Уже привычный этот. Но, честно говоря, он для меня самый гуманный из всех запахов, которые были в судьбе предоставлены, потому что... Тонкий, деликатный запах, да? Да. Он мне сильно морем не отдает, и это для меня делает его чемпионским. Макушка на себя. А я просто ее пока еще рассматриваю здесь со всех сторон. Мне интересно то, что мы ее тыкали, как она тут будет спротивляться. Спротивляться. Интересно. Вот эта устрица очень хороша. У нее такой вкус очень богатый. Сначала, когда ты ее будешь пробовать, вот обрати внимание, сначала просто легкий, тонкий, минеральный, морской, а потом, чем больше ты ее жуешь, тем ярче она тебе раскрывается. В музыке есть такой термин «трещенто», когда громче, интенсивнее становится. Вот так у тебя будет раскрываться этот вкус. И еще интересно, что у нее переливающийся радужный вкус, что она сначала тебе покажется одного вкуса, а потом вся возможная линейка. Она будет тебе и сладкая, и сливочная, и маслянистая немножко, и фруктовой какой-то, растительной нотой. Она всем проиграет. Это все про устрицу? Проиграет. Да, да, да. Вот попробуй, попробуй. Ну давайте. Так, начали. Решил я соусом. Как называется не соус, это жидкость еще раз? Устричный ликер. Устричный ликер. Я прошу прощения, если обидел всех сладкоежек. Ну давайте. Ну вот я говорю, что ликер здесь для меня тоже какой-то самый гуманный в этом плане. Да, у нее даже и ликер сладкий. Потому что она после соленого достаточно океана была в клерах, где вода опресненная, менее соленая. Ты вот чувствуешь этот перелив вкуса? Чувствуешь, у нее много очень мяса, богатое по мясу, она насыщенная. Ну я вам скажу, даже откровенно я таких много и не съем, мне кажется. Я вот штучек-пять бы таких приговорил и уже бы сказал, все, включайте новости и я спать. Вкусно. Она как пирожное. Она действительно куда-то уже в десертную, мне кажется, выходит тематику. А посмотри еще вот эту вот фишку. Ей должна быть на обратной стороне гравировка. Каждая устрица Желардо имеет гравировку на ракушке. Посмотрите, пожалуйста. Это не Гесса, не какие-то другие бренды на G. Это на самом деле маркировка устрицы. Вот обратно внимание, вы здесь. Красиво. Так. Ну, кстати, когда эту устрицу называют Rolls-Royce, все говорят, наверное, потому что она безумно дорогая или что-то там с ней. Я все время говорю, это практически устрица ручной сборки. Мой пупсик. Спасибо, дорогой, хочется сказать. Практически устрица ручной сборки. Фермеры говорят, что за вот эти вот три с небольшим года, пока они растят эту устрицу, порядка 60 манипуляций над ней производят для того, чтобы достичь вот такого вот вкуса. Перекладывают из одной воды в другую, калибруют, обламывают ростовой край, что-то там с ней все время делают на одну полку в море, на другую. Что-то все время для того, чтобы она получилась вот такой текстурой, вот такого вкуса. В общем, люди, конечно, заморачиваются, но я могу сказать, что не зря, потому что прям вот это последнее для меня вот сейчас топчик. Правда же, она достойна вот этого названия своего устрицы-устриц или там Rolls-Royce. Подходит, подходит. Мне подходит очень сильно. Так, ну что, движемся дальше, следующий. Давай попробуем... Какой-нибудь есть Ford среди устриц такая, средненькая? Пожалуй, среди тех, которые у нас здесь, Ford-то и не было. Изначально, да, у нас премиум небольшой по машинам. Давай попробуем специаль, просто обычную. Та у нас была с Желардо. Это будет тоже специаль из того же региона. Но вот сразу посмотрим. Немножко попроще. Не Rolls-Royce. Немножко попроще, это что? Чего нам ожидать сразу? У нее не будет такого сложного вкуса. У нее будет хороший баланс соли и сладости. У нее будет хорошая, приятная, жевательная текстура. Но такого ощущения, как та, как пирожное. Такого уже не будет, да? Попробуем. Но пахнет тоже хорошо, кстати. Точнее говоря, похоже на предыдущий вариант для меня. Что-то я облизал больше. Видишь, и соль, и сладость есть, и минеральность есть, и растительная нота есть. Но не такая сложная. И текстура у нее тоже очень приятная. Она мясистая, много мяса. Хорошо. И вот ты, кстати, сказал, что они пахнут... Поделикатнее, чем те. Да, но вот эти две, что они пахнут близко. Потому что, в принципе, они из одного региона. Знаешь, в устрицах есть такой термин «мируар». Конечно, знаю. Если по устрицам тебя термины вообще интересуют, можно смело ко мне отсылать. Ну, смотри, в вине есть термин «теруар». Все знают. Теруар. Все в себе обязаны терри. Земле, на которой вырос виноград. Всем вино в себе так обязаны. В устрицах термин «мируар» – это практически то же самое, только все в себе про море. Да, устрица обязана морю. И чуть-чуть изменяется море, изменяется и запах, и вкус устрицы. Просто вот эти устрицы были примерно из одного региона французского, поэтому они были близки по аромату. Нормандия, вот смотри, у нас есть кристалль, она совершенно по-другому пахнет. Потому что это другая часть арматики. И я бы не сказал, что мне прям очень нравится, как она пахнет. Минеральнее, более йодистый. Да, тут какой-то запах такой же. Чувствуется, что она чем-то, как говорится, обогащена. Но если мы сравнимаем устрицу нормандскую с дальневосточной, то явный у нас фаворит в этом плане. Или нельзя так категоризировать их? Ну, все равно, конечно, каждый выбирает устрицу под себя. Кому-то больше нравятся устрицы с ароматом Тихого океана, а здесь все-таки все устрицы с ароматом Атлантики. Но вот устрицы все-таки фермерские всегда котируются выше, чем дикие. Всегда. Фермер постоянно следит за своими устрицами. По нескольку раз на дню снимает пробу воды. Чтобы вода была именно такая, как ему нужно, чтобы вырастить вот именно такую устрицу. Чтобы был... То есть, понимаешь, он знает, сколько должно быть соли и сладостей, и минеральности в той воде, в которой он растит устрицу. И поэтому он все время очень следит строго за этим. И получается то, что ему нужно. А дикая устрица, она растет в дикой природе. Что ей там принесло. Сама, что уже там нашла. Что выросло, то выросло. Поэтому у них очень часто бывает, к сожалению, нестабильный вкус, нестабильное наполнение. То есть, я правильно понимаю, что, условно говоря, если мы берем вот эту устрицу всегда, то она плюс-минус одинаково будет у нас по вкусу, по запаху. То есть, мы можем рассчитывать на прежний вкус. А если мы берем какую-то другую, которая сама растет по себе, то, возможно, там она непредсказуемая будет. Живардон, например, эталонная устрица, она всегда и весь год она будет одного и того же вкуса. Не прогадаешь. Да, устрицы могут немного менять свой вкус от сезона фермерский. Дикие, конечно, очень сильно от сезона меняют свой вкус. Поэтому, как мне сказал один продавец устриц, запомни правила трех Ф. Французские, фермерские и фреш. Свежие. Я андерсцент, для тех, кто не знает, фреш свежая. Сейчас сноска пошла, мы переводим для всех, не знающих английский язык. Так, у нас осталась еще одна. Пока это у нас среднего размера. А, кстати, вот вопрос. Почему у нас есть одна, как у Карцева была, большая, но по 5, маленькая, но по 3? В чем близко это ради? Какую брать? Большую, маленькую? Вот, кстати, тоже какую брать? Большую, маленькую. Разного размера, вернее, разного калибра устрицы. Калибр улицы. Калибр, да-да-да. У французов есть вот такой термин, калибр. И у них есть там некие негласные правила, что вот эти устрицы небольшие, 4-го калибра, это прямо устрица, которая идеально под один глоток вина. А, о, вот так, четверочка. Да, глоток вина. И дальше есть устрицы в трешке, она чуть-чуть побольше. Смотри, здесь четверка меньше, трешка больше, двушка еще больше, единица и нулевка, например, самая большая. Ну, как с бумагой. В обратную сторону, да-да-да-да. И вот эта трешка, это такой самый ходовой, самый любимый у французов. Они, не знаю, приходят в кабану, заказывают устрицы, и владелец спрашивает, какие у тебя? Он говорит, нормальные. Нормальные – это значит трешки. Нормальные – это три. Да, устрицы покрупнее, двушки – это для любителей, когда много мяса, когда вот это вот ощущение, что у тебя полное вот этого восторга. Либо часть французов уже даже будет говорить, что двушки запекать. Вот ты меня спрашивала, какая бы из них хорошо пошла в запекание. Вот та, у которой размер больше, калибр больше, она уже под запекание лучше. Слушай, вообще, я сейчас, наверное, немножечко уйду в сторону, как запекаются устрицы в духовку, вместе со всей этой историей помещаешь, ставишь на градусы, они запекаются, и на что это похоже по вкусу? Потому что для меня это… Я ее сырую только сейчас начинаю любить чуть-чуть. Ну, ты же ее не просто кладешь в ракушке, ты какой-то добавляешь соус. Очень много интересных рецептов, под какими соусами устрицы запекают, по циррам. Наверное, сливочный какой-то, да? Да, да, и сливочный, и даже с беконом устрицы можно запекать, да, очень неплохо. С трюфелем иногда. То есть тут вариантов очень много. В Нормандии, например, Нормандия, чем известен этот французский регион? Устрицами, яблоками, из которых делают сидор и кальвадос. И еще у них там коровки, поэтому у них там молоко и сливки. И вот у них классический рецепт запекания устрицы со сливками, с яблоками, с капелькой кальвадоса. Все, чем славится этот регион, запекается. Очень интересно. Попробуйте, дорогие друзья. Так, и что у нас? Та самая нормандская устрица у нас осталась. Да, 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 вот как раз нормандская кристаль. Попробую ее тоже. Пока что без яблока. У нее интенсивный должен быть тоже минеральный вкус. Прошу большиня, интенсив у нее. Интенсивный минеральный вкус. Йодистый. Другой запах. Что такое? Очень хороший. Очень вкусно. Мне нравится. Спасибо. Ну вот, это то, что я тебе говорю, что у нее очень интенсивный запах. Да, ну вот я говорю, что для меня, вот те, которые были Роллс-Ройсы, они вообще мне ничем не пахли. Я признаюсь честно, я вот не могу есть никакую речную рыбу даже, потому что я только слышу запах водоема какого-либо. Не дружу с этим. И поэтому для меня вот сегодня стало открытием, что есть устрица, которая по запаху намного более, скажем так, ну, деликатна для меня, чем вот, например, та же самая нормандская, которая сейчас. Вот, значит, я тебе уже сейчас составлю карту устриц, которую ты любишь. Я уже и сам составил. Я уже посмотрел, сколько это стоит, уже выбрал, потому что мы находимся где-то в Джодори. Ну, кстати, это хороший вариант выбирать устрицы. Так, ну. Вот хорошо, что так приходил постоянно в Джодори, тебе вот такую тарелочку кладут, ты говоришь, вот я эту люблю, заверните мне, пожалуйста. Так, ну что, не слазь. Да, вот, да, подожди. Ладно. Нет, я еще тут. Так, давай. А, вот так? Ну, все. Сильная соль. Вначале, да. А потом сладенько. Сильная соль. Сильная. Да. Ну, она вот такая, знаешь, как некоторые говорят про напитки различные, чтоб тянулась. Вот это вот у меня до сих пор еще. Послевкусие – это тоже, когда мы рассказываем, какие будут устрицы, кроме вкуса, аромата и текстуры, еще обсуждается послевкусие. Что осталось, когда ты проглотил устрицу во рту ощущений и как долго оно длилось еще? Вот у меня до сих пор. Вот это, конечно, по вкусу, наверное, по послевкусию, точнее говоря, для меня одна из самых богатых получилась. Да, у меня очень интенсивная. Потому что она насыщенная, наверное, и по вкусу, и по запаху, всеми этими минералами, о которых ты говорила, и прямо это до сих пор во мне еще живет. Но если бы я выбирал из того, что мне сегодня принесли, вот я помню, с буквой G у нас была элитная. Да, жила в дом. А после нее мы что употребили? Специаль де клер Марина Лерон. Да, вот этот самый специаль де клер, как говорят, у нас на Минчеве, наверное, мой личный топ будет. Я эти устрицы ем, но это значит, чтобы в день здесь бы умылся. А так, я, вы знаете, сразу сделал камин-аут свой. Единственное, о чем жалею, что мы не попробовали в сравнении, вот насколько условно вот этот вот уксус, уксус же это? Да, это винный уксус, лукан шалот, классический, традиционный, французский соус миньонет. Я просто хотя бы... Это уксус аппаратный. Ну, на самом деле, да. Тут и уксус, и лук, и поэтому, в принципе, наверное, это для тех, кто к устрицам относится соусу. Ну, нет. Просто все убить. Он не для того, чтобы все убить. Нет, он, конечно, не для этого. Он для того, чтобы оттенить слегка вкус устрицы. Просто не надо брать столовую ложку и класть как сметанку в борщ. Много-много. Надо положить буквально пару капель, вот чуточку. Ну, вот чуть больше, чем то, что ты попробовал. Вот прямо чуть-чуть нужно взять и положить. Все-таки задача у этого соуса не перебить вкус устрицы, а чуть-чуть оттенить его. Так же, как и с лимоном. Если уж кто-то очень хочет устрицу с лимоном, я в ужасе иногда вижу, как берут половинку лимона и выжимают до последней капли. Даже еще вот так вот. Как на пары, когда запекают ее полностью. Тут же надо тоже, ну, буквально пару-тройку капель, чтобы чуть-чуть. И тогда, да, тогда ты вкус устрицы почувствуешь, и какую-то кислинку туда еще добавишь. Или вот очень здорово с табаско. Многие говорят, как табаско такой резкий, жгучий. На самом деле, да. Не перебьет ли он вкус устрицы. Работает так. Ты добавляешь пару капель табаско. Ну, а кусочка табаско, как пилась в одной известной композиции. И, может быть, сначала у тебя есть такое ощущение, что лисички взяли спички, и море синее прямо у тебя во рту зажгли. Но это как работает? Язык и небо обжигаются, кровь приливает, и вкусовые рецепторы начинают работать активнее. И все то, что тебе даже здесь как-то в полутонах, после того, как ты так резко взбодрил свои вкусовые рецепторы, ты начинаешь сильнее чувствовать это. Раскрывается еще, да? Поэтому американцы любят либо пару капель табаско, либо немножко тертого хрена добавить. И это играет по-другому, еще ярче. Так что в следующий раз попробуй. Все, я запомнил. Мне вот это домой заверните, пожалуйста, в свою тару. Я обязательно попробую. Так, надо... Есть ли какой-то вообще рецепт о том, что ты должен обязательно сфотографировать в Инстаграм устрицы, если ты попробовал? Нет такого, да? Что это? Печеная устрица? Запеченная. Здравствуйте, запеченная устрица. Мы вас как раз обсуждали недавно. Какая красота. Так, сколько мы приговорили в общей сложности? Раз, два, три, четыре. Слушайте, на двоих дюжину у нас получается практически. А что это вообще за поверье, что нужно дюжинами устрицы брать? Откуда пошло? Ну, это такая красивая, конечно, история. Прийти в ресторан или в магазин и сказать, мне полдюжины устриц или мне дюжина устриц. Если бы фишмонгер такой, так, дюжина это сколько? Десять, двенадцать? Боже мой, сколько они хотят с меня? Ну, звучит же очень красиво. Это такой, как маленький ритуал, но на самом деле никакой обязаловки здесь нет. Ты можешь заказать и три устрицы, и пять устриц, и семь устриц. Сколько хочешь. Яйцами десяток, пожалуйста, мне в пакетик заверните. Ну, вот, кстати, про дюжины и десятки. Это просто разные системы счисления, и кто-то для торговли использует десятиричную систему, а кто-то двенадцатиричную. Она очень удобна для любой торговли. Придумана еще в древнем шумере, и продавцу удобно, потому что, видишь, на вот этих вот четырех пальцах двенадцать фаланг. Никогда не задумывался об этом, но да, действительно, теперь вижу. И все, и предположим, я тебя отправляю в магазин и ставлю тебе вот крестик на этой фаланге, ты приходишь и показываешь просто продавцу. И продавец понимает, ага, первая, вторая, третья, четвертая, пятая фаланга. Ему пять штук. Да. Это вот так вот использовалось, и поэтому, как бы, так и пошло. Дюжинами продаются не только устрицы и улитки, дюжинами продаются те же самые яйца. Вот у нас продают десятками, а вообще везде в мире продают дюжинами. Я не знаю, как в Москве, я недавно видел девяток яиц. Ну, девяток яиц – это тоже из двенадцатиричной системы, потому что дюжина – это то, что делится на два, на шесть, на три и на четыре. И это очень удобно. В холодильниках же девять ячеек или двенадцать ячеек. Не знаю, что, вилки и ложки тоже продаются по шесть, по двенадцать. В общем, сейчас просто брать дюжину – это дань традиции, правильно? Да, это никакая ни норма и ни доза, это просто дань традиции. И получилось это потому, что просто двенадцатиричная система улучшения удобна. Это очень стильно. Дюжина, пожалуйста, устриц. Да, это очень стильно, и я тоже всегда за то, чтобы так красиво сказать, даже не то, что мне шесть устриц, а мне полдюжина устриц. Я вот, честно говоря, признал, хочу признаться, я держался сказать, что фрезеровщикам чуть сложнее покупать устрицы вот таким образом, но мы не будем говорить, это уже зашученная шутка. Переходим теперь к непосредственно запеченным. Давай. Запеченные. У нас появились гаджеты. Какие-то же прекрасные. Да. Ну, рассказывайте. Рисуйте моцар, как говорится. Ну, а что, бери и ешь, ешь ее вместе с этим прекрасным трюфельным кремом, с которым они приготовлены. Вот так, просто вилочкой. Да, да, просто вилочкой ешь. Запекается устрица буквально одну минуточку, чтобы она не потеряла нежности и своего при этом еще и морского вкуса. Вот это, пожалуйста, мне заверните. И вот это, конечно, я могу сказать откровенно, вот это еще самое издевательство, вот этот хлеб вот с этим вот соусом, который всегда вкусен вообще в любом блюде. Ты посмотри, этот соус, это не просто сливочный соус, это сливочный, трюфельный соус с тем самым устричным ликером. Вот попробуй его сейчас. А устричный ликер это что? Морская вода. Ты вот понимаешь, что это вообще просто божественно. Запеченная устрица, это супер. Я вот сейчас скажу, тут есть другие люди, которые работают параллельно, пока мы едим. Они там что-то смеются? Завидуйте, завидуйте нам. На секундочку. Это очень вкусно. Это очень вкусно. Вот это, чайную ложечку, как знали, мне еще здесь оставили. А что это, граф Суворов ничего не кушает, как говорили в той известной рекламе. Пожалуйста. Да, я обязательно попробую. Дорогие друзья, кстати, если вы из Беларуси, а наш канал, скорее всего, на таких людей не рассчитан, могу сказать, что только у нас в Джон Доре вы можете попробовать вот такую вкуснятию. Поэтому смелейшим образом смотрите в ближайшем Джон Доре, где есть кухня, и вам такое оформят и приготовят. Советы очень вкусные. Все-таки вот насколько устрица замечательно сочетается с трюфелем. Вот трюфельный крем, аромат какой-то прям необыкновенный для устрицы, прям он идеальная пара. Ну, вкуснее, конечно, ты рассказала, чем я. Вот да. Умею, да? Это просто бомба какая-то. Я скажу, что для меня это прям очень вкусно. Съешь манту еще. А, это как-то твоя была, да? Итого, наш плавный выход из ситуации, точнее говоря, вывод. Нормандская не моя, потому что слишком она уж ядреная по запаху и по вкусу. Мне нравится вот этот вариант престижный, мажорный. Как еще раз называется? Что-нибудь проявилось? Это желардо. Желардо. Полное ее название, специаль де клер желардо. Это устрицы из региона Марен-Алерон. Как это называется? Я вообще заметил, Марен-Алерон. Это вообще устрицы. Тебе как раз понравились устрицы все, которые ты пробовал. И просто специаль из Марен-Алерона и желардо. Они тебе понравились, потому что там приятный, деликатный запах. Вообще, кстати, вот интересный момент. Вот это вот окончание клер. Вот бывает финн де клер, специаль де клер, специаль де клер желардо. Вот это вот слово клер, оно как раз указывает на то, что эти устрицы из региона Марен-Алерон. Правильно ли я понимаю, что мне нужно запомнить 4 буквы? И мне дадут те устрицы, которые мне понравились теперь. Ну, ты можешь запомнить и побольше букв. Просто знай, что устрицы из Марен-Алерона, это вот как раз те, у которых окончание клер. Что такое клер? Это водоемы, в которых афинируются устрицы. А, с той самой водой, про которую ты рассказывала, где там фермер соль добавляет, сахар ходит, все. И это как раз эти водоемы только в регионе Марен-Алерон. Нельзя вырыть, выкопать такой же пруд в Нормандии и назвать его клером. Это вот как с шампанским. Только в определенном регионе, да, только в шампании, игристое вино может называться шампанским. Только в регионе Марен-Алерон вот эти вот водоемы называются клерой. И, например, Финн де Клер из Нормандии быть не может. Финн де Клер из Британии быть не может. Только из Марен-Алерона. Про Финн де Клер из Белоруссии пока ничего не знаем. Скорее всего, тоже вряд ли. Дорогие друзья, ну, я не знаю, мне кажется, более доходчиво и более понятно о бустрицах. Сложно было нам что-то узнать. Приходите скорейшим образом в Джон Дори. И не обещаю, что каждый раз Регина Борисова будет здесь и лично вам подсказывать по поводу той или иной утрицы. Но вы можете пересматривать нас еще раз и еще раз. Приходите сюда. Утрищный сезон в самом разгаре. Всем хватит. Спасибо большое. До встречи на нашем канале. Ставьте лайки, нажимайте колокольчики. И что-то там еще на молодежном в конце мы уже не запомнили. Короче говоря, Марен-Алерон. 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 Дамы и господа, я сегодня испробовал и извелил все устрицы, которые есть в Джон Дори. Надо бы узнать, сколько на это, как говорил Юрий Гальцев, нужно приготовить финансов. У нас есть Александр, который нам сейчас все об этом расскажет. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Пожалуйста, сориентируйте нам вот эту вилку ценовую. Дайте нам, пожалуйста. Сегодня у нас представлено 6 видов устриц. Если брать самые бюджетные, то это финдеклер фавье номер 4. 2,90. Если брать послаще, то 5,90 будет специально. Это, которые мне понравились, да? Правильно я понимаю? Совершенно верно. Также, если вы гурман, можно приобрести устрицы чуть дороже. Специаль Кристаль, Желардо 12,50 и 16,50. Соответственно. Все, запомнили. Александр, часто устрицы берут у вас, расскажите? Конечно. А самая ходовая какая? Скажем так, средний сегмент. Это типа Специаль Изини, Специаль Кристаль. Ну, есть свои любители финдеклер фавье. За 2,90 которые? Совершенно верно. Все, я запомнил. Дорогие друзья, все, имейте в виду, пожалуйста, вся ценовая политика для вас здесь изложена. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!